Наша семья в церкви с 2015 года, а история, которую я сейчас хочу рассказать, она вся случилась в 2017 году, мы задумывались, на тот момент у нас было уже два ребенка, сын и дочка, и мы с мужем задумывались о третьем малыше, мы хотели очень сильно еще одного малыша. И в июле 2017 я пошла на плановый осмотр к врачу. Гинеколог нашла у меня тогда на УЗИ кисту яичника и с подозрением на онкологию. Даже тогда она мне сразу сказала, что ей очень не понравилось УЗИ. Срочно она меня дала направление на операцию тогда, онкомаркеры я сдавала. Просто еще такие слова, врач сказал такие слова, что перед операцией ты должна будешь написать согласие, если делается операция и врач видит, что киста она злокачественная, чтобы не делать две операции, сразу будут удалены все женские органы. На тот момент мне был 31 год, я как-то так на нее посмотрела, я говорю, вообще-то как-то в мои планы в 31 год никак это не входило. Я начала просто готовиться к госпитализации. Прошла все анализы, сдала. Мы договорились с доктором, который потом вел операцию и, конечно же, молились. Как-то я шла на эту операцию спокойно, зная, что Господь все равно все усмотрит. В конце июля мне сделали операцию, были назначены сильные препараты гормональные и достаточно такое у меня были ограничения на образ жизни у меня. Дальше, август, мы были в отпуске, отдохнули с семьей в отпуске, вернулись в конце августа домой и жизнь, она вошла вроде бы как в свое русло. Я ходила на работу, принимала гормональные таблетки, которые мне надо было пить, и мне с них было очень плохо. Я с них себя чувствовала просто как овощи. И в конце августа я просто приняла решение, что я больше их пить не буду. Я отказалась пить эти гормональные препараты, потому что я просто утром не могла встать уже с кровати. У меня болела голова, тошнота и слабость. Это хроническое уже было мое состояние. Я позвонила врачу, сказала, что я их пить не буду. Он сказал, хорошо, приходи, будем что-то дальше думать. Но из-за работы, из-за того, что работа, семья, дети, я так и не дошла до врача. И в начале сентября уже я как-то говорю мужу вечером, я говорю, Пость, у меня так тошнит, я не пью гормоны уже недели две или три. У меня так тошнит, как будто я беременная. Я так это сказала просто вот в шутку. Он мне отвечает, он у меня врач, он говорит, ну сделай на всякий случай тест. На следующий день я пошла, купила двойной тест в аптеке. Он оказался положительный. Я в шоке. На следующий день с утра я пошла, сдала кровь на гормон ХГЧ и пошла на работу. Вечером после работы забираю тест. Меня администратор, улыбаясь, поздравляет. И все чудо заключается в том, что беременность наступила у нас перед операцией, за несколько дней до операции. И мы даже знаем ночь, у нас была всего одна ночь с мужем, когда Господь вот это чудо сотворил. Через буквально дня три-четыре мне делают операцию на яичнике под общим наркозом. Потом неделю у меня кололи антибиотики в больнице. Почти месяц я пила сильные гормоны. И Господь, Он вот просто сверхъестественно все это время, вот это вот чудо во мне, Он просто хранил. Мы когда поняли с мужем, что я в положении, он испугался, какое было влияние на плод. Какие могут быть последствия, осложнения в развитии патологии. И вот этот момент, он тоже такой был, момент проверки нашей веры. И пришло в духе местописание, что благословение Господне, оно обогащает, и печаль с тобой не приносит. И мы взяли это прям как слово Рэмма. И я всю беременность свою, всю беременность исповедовала это слово каждый день в молитвах. Первое УЗИ, и вот на него я просто шла и уповала, я говорю, на милость Господа. Я говорю, Господь, раз Ты подарил это чудо, значит оно в совершенный дар от Господа. Я просто вот верю, что Ты все усмотрел, что все хорошо. И нам сказали на первом УЗИ, что все хорошо, ребенок развивается хорошо, никаких патологий нет. На втором УЗИ нам сказали, что мы ждем девочку. И я родила в срок здорового ребенка, здоровая дочка, сама роды прошли хорошо. Ребенок родился здоровый, слава Господу за все. Когда педиатр даже потом пришла из поликлиники, когда нас выписали, приходит педиатр. И она берет нашу выписанную карту и говорит, я давно не видела таких здоровых детей. У нее стоит 9 и 10 по шкале Абгар, то есть высший бал. Она говорит, я давно не видела таких малышей.